Доброта, друзья! Это студия «Хорошего настроения» и, конечно же, настаёт тот самый момент у нас, когда мы принимаем гостей. На всякий случай напоминаем, что сегодня понедельник и на нашем календаре 17 апреля. Ну а наши гости, они молодые, талантливые, у них всё ещё впереди, но многого они уже и добились. Итак, знакомьтесь, это Дарья Романчук и Павел Шикунов, дипломанты международного конкурса «Почтение вслух. Живая классика» о нём и поговорим. Доброе утро, ребят. Доброе утро. А партнёр нашей программы «Чай Ахмати». Терпкий аромат свежего цейлонского «Чай Ахмати» возвращает нас туда, где мы счастливы. Чай Ахмати. Подражать сложно, повторить невозможно. Ребят, тот конкурс, в котором вы отличились, он проходил в рамках международной книжной выставки, да? Да. Много ли было желающих показать своё мастерство? Высока ли была конкуренция? Очень много. Со всей Беларуси ребята приезжали хорошо подготовленные. Было очень интересно наблюдать за их выступлениями. Набрались опыта у них. Что значит вообще подготовиться к конкурсу чтецов? На что нужно обратить внимание? Ведь просто выучить текст этого мало, правильно? Да. Что нужно ещё? Нужно проживать этот текст, нужно чувствовать его. Жить его. Да. Тогда будет возможность донести до слушателя именно то, что таится в этом тексте. Слушайте, у вас же был какой-то режиссёр, вы читали на кого-то, да? Или только ориентировались на своё собственное мнение? Интонация, смысловая нагрузка, смысловое ударение. Кто-то же вам всё это ставил или это так вот отдано было вам на откуп? Наш руководитель советовался с нами в этом. Он не настаивал на своей точке зрения. То есть мы предлагали свою, и всё это собралось в один конечный вариант, с которым мы и поехали выступать. Павел, вот в принципе, когда девушка чтец, да, и особенно если речь идёт о каких-то романтических чтениях, это, ну, понятно. Ребят было много на конкурсе? И парней, и девушек было одинаковое количество. Одинаково, то есть абсолютно пополам. Это вот очень интересно. Вы выбирали как-то среди парней отдельно и отдельно среди девушек? Нет, все были равны. Или был общий конкурс, да? Паш, а что вы декларировали? Я читал произведение Феликса Кривина «Ночь». А что вам именно понравилось в этом произведении? Именно в этом произведении мне понравилась вот мистика, потому что ночь – это же, ну, это время магии. Да, вообще всякое творится, это правда. Всё что угодно может произойти. А можете нам сейчас отрывок из «Ночи» представить? Я встаю, а она ещё не ложилась. Она стоит под окном, как стояла с вечера. Уходи, гоню я её. Мне надо работать. Ночь уходит не очень охотно. И не успеешь оглянуться, снова стоит под окном. Чего тебе не спиться? Спрашиваю я не слишком строго. Холодно, отвечает ночь. Разве тут уснёшь? Разве согреешься? Тогда я гашу свет и впускаю ночь в свою комнату. Ладно, грейся. Только это в последний раз. Ночь обещает. Но я понимаю, что это только слова. Куда она денется среди зимы? Не ночевать же ей под открытым небом. Чуть стемнеет. Ночь приходит в мою комнату. И уходит только на рассвете. Мне не хочется её тревожить. А время идёт. И ничего я не успеваю сделать. Ночи этого не объяснишь. Она тёмная. Разве она понимает? У вас, в принципе, получилось здорово. Ну, Даша, мы будем просить что-нибудь продекламировать? Естественно, будем. Дарья. Тогда я продекламирую рассказ, который я читала на конкурсе. Феликс Кривен. Когда гранитной глыбе исполнилось два миллиона лет, рядом с ней, возможно, для того, чтобы её поздравить, появился только что родившийся одуванчик. Скажите, вы никогда не думали о вечности? Гранитная глыба даже не пошевелилась. Нет, ответила она спокойно. Жизнь так коротка, что не стоит тратить время на размышления. Не так уж и коротка, возразила одуванчик. Можно всё успеть при желании. Зачем? Удивилась глыба. От этих размышлений одни расстройства. Ещё заболеешь на нервной почве. Не сваливайте на почву, рассердился одуванчик. Почва у нас хорошая, чистый чернозём. Он до того вышел из себя, что пух его полетел по ветру. Тоненький стебелёк упрямо качался на ветру, но уже не мог привести ни одного убедительного аргумента. Вот тебе и вечность. Утешение для дураков. Нет уж, сказала глыба, лучше совсем не думать. И задумалась. На каменном лбу, который не могли избороздить тысячелетия, прилегла первая трещина. Браво! Ну, ребят, мы не знаем, насколько были подготовлены ваши соперники. Но мне кажется, что вам ваши заслуженные победы отдать поправо. Кстати, завтра в Борисове, насколько мы знаем, очередной этап конкурса юных чтецов «Живая классика» состоится. И вы там тоже будете принимать участие. Материал новый или всё тот же? Новый. У нас есть несколько произведений белорусских писателей. Ну, наверное, мы будем читать «Праудивая озорная каска». На белорусском мове. На белорусском мове. Ребят, ну, давайте еще приоткроем карту. Вы же не просто чтецы, да, вы еще и актеры. И актеры образцового театра студии «Нюанс» средней школы номер 7 города Борисова. Вы участвуете в постановках. В каких пьесах вы играете? Самой первой постановкой, в которой я играла, самой серьезной такой, моя роль была Оксаной. И это все было поставлено по произведению «Вечера на хуторе. Близди Каньки». Серьезная роль. Павел, вы тоже актерствуете. Ну, вот у меня была первая роль Кадука из спектакля «Янук рыцарь Мятлушки». Кадук – это отрицательный герой. Удалось? Да. Вы, как видите, сижу на тренинге. Нет, мы не видим. Мы видим, что вы очень положительный молодой человек. Дарья, вы, по-моему, в девятом классе учитесь, да? Павел, вы в восьмом. Вам вообще школьная нагрузка как сейчас позволяет заниматься театром, декламированием? В жизни какой-то своей обычной. Есть у вас еще увлечения какие-то? По-моему, в последнее время мы все отдаемся театру. Справляемся и со школьными нагрузками пытаемся. То есть одно другому не мешает, да? Нет. Мы стараемся правильно распределять свое время. Вот они, современные молодые люди. По-моему, это самое главное, самое философское такое зерно, которое прозвучало, что распределяемся, распределяем свое время, и все получается. Большое вам спасибо за беседу. Желаю вам победу. Будем за вас держать кулаки. Очень здорово, когда произведения литературы не просто-напросто находят отклик в сердцах чтецов, но еще и в сердцах тех, кто это смотрит, слушает и понимает. Я напомню, что в нашей студии сегодня были Дарья Романчук и Павел Шикунов, дипломанты международного конкурса «Живая классика». Мы прощаемся с нашими гостями, желаем им удачи и вернемся в студию через несколько минут.